Добрый вечер, дорогие друзья! 18.00 на часах, как всегда в это время, вас приветствует информационно-аналитическая программа Prime Time. Меня зовут Илья Урозаков, будем говорить сегодня на крайне важные темы. Ну и бесспорно, главной темой сегодняшнего дня, без всяких сомнений, становится, конечно, саммит ШОС, который начинается официально завтра в столице нашей страны, в городе Астана. Поговорим сегодня на тему очень важную, как мы знаем, опять-таки тема, которая связана с тем, что сегодня в нашу страну прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь. Казахстан и Китай создали модель межгосударственных отношений, основанную на добрососедской и дружбе, и, а также взаимоуважении. Обе страны идут в ногу со временем, взаимовыгодно сотрудничают. Тысячелетние отношения между двумя восточными народами Евразии достигли наивысшего уровня в истории. Сегодня лидер Китая Си Цзиньпинь прибыл в Астану. Он примет участие в саммите ШОС. В нашей стране председатель КНР будет находиться целых три дня. Это говорит, кстати, о высоком уровне доверия и насыщенной программе двусторонних контактов. Если помните, именно в Астане 11 лет назад Си Цзиньпинь впервые презентовал свою грандиозную инициативу «Экономический поезд шелковой пути». Результатом стал проект «Один поезд, один путь». И это позволило нашей стране глубже интегрироваться и в глобальные торгово-транспортные связи. Что это дало нам? Как увеличится товарооборот между Казахстаном и Китаем? Как это служит развитию среднего коридора транскаспийского международного транспортного маршрута? Как, в конце концов, все это отражается на жизни простых людей двух стран? Развитие Казахстана, китайских отношений – главная тема сегодняшнего дня в преддверии саммита ШОС. Вот эту тему и будем сегодня обсуждать вместе с экспертами, постараемся разобраться в этом вопросе. Ну а, как всегда, начнем нашу программу с блока наиболее важных новостей. Напомню, начался государственный визит председателя Китайской Народной Республики в Казахстан. Си Цзиньпинь прибыл в нашу страну по приглашению к СМЖ Марту Токаевым. Президент лично встретил высокого гостя в столичном аэропорту. В воздушной гавани выстроили почетный караул – знак искренней дружбы между народами Казахстана и Китая. Председатель Си Цзиньпинь и членов официальной делегации приветствовали дети с флажками двух стран, исполнившие песню на китайском языке. Китай и Казахстан имеют схожие позиции по международным и региональным вопросам. Стремятся к достижению мира на планете, глобальному развитию и справедливому мировому порядку. Об этом в своей статье накануне визита в нашу страну заявил председатель КНР Си Цзиньпинь. Китай сегодня выступает главным торговым партнером Казахстана и крупнейшим импортером казахстанских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукцией. Визит председателя Си Цзиньпиня в Казахстане подчеркивает дружеские отношения между ним и его коллегой Касым Жумардом Тукаевым. Частые встречи главду государств свидетельствуют о важности отношений между Астаной и Пекином. Интересы Китая в Казахстане очевидны. Особенно важным является экономическое сотрудничество, где страны стали ключевыми партнерами друг для друга. Казахстан играет ключевую роль в поддержании стабильности в Центральной Азии. А глава нашего правительства и руководители китайской компании CNPC обсудили сегодня совместные проекты в энергетической отрасли. В их числе проект по увеличению мощности шимкентского НПЗ за счет обеспечения сырьем и расширения нефтепроводов Кинкияк-Атерау и Кинкияк-Кумколь. У стран есть опыт успешной реализации совместного проекта и в газовой сфере. Это первая нитка газопровода Венео-Базой-Шимкент. Казахстан ставит перед собой стратегическую задачу обеспечить энергетическую безопасность страны, подчеркнул Увзас Бектенов. При этом отметил, что важно увеличить долю местного содержания и предложил локализовать завод по производству необходимых товаров и оборудования в Казахстане. Мощность казахстанского битумного завода увеличит до 750 тысяч тонн в год. Это позволит полностью покрыть потребность в разгар строительного сезона. Работы уже идут полным ходом. Проект сегодня обсудили Олжас Бектенов и глава международной китайской корпорации Ситик Групп. Они обсудили несколько проектов, которые Казахстан и КНР воплощают совместно. Так, например, при участии китайской компании в нескольких регионах Казахстана строят и ремонтируют дороги. Это 24 участка общей протяженностью более тысячи километров. Собеседники подчеркнули, что готовы и далее развивать сотрудничество в других отраслях. Меморандум о сотрудничестве был сегодня подписан между Казахстанской ассоциацией предпринимателей, субъектов внешнеэкономической деятельности и Комитетом по иностранным инвестициям Китайской ассоциации экономического развития. В рамках встречи с инвесторами ожидается подписание более 40 документов на сумму больше, чем 5 миллиардов долларов США. Мои коллеги расскажут подробнее. За три десятилетия дипотношений Казахстана и Китая товарооборот между странами вырос в 100 раз и в прошлом году превысил 40 миллиардов долларов США. Сегодня в нашей стране работают более 4,5 тысяч компаний с участием китайского капитала. Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили и на встрече бизнес-ассоциации двух государств. Вчера мы буквально встречались с министром здравоохранения Республики Казахстан, на котором были обсуждены вопросы инвестирования в медицинскую отрасль. Это строительство заводов по выпуску медицинских оборудований и лекарственных средств Республики Казахстан. В 2023 году инвестиции из Китая в Казахстан были на уровне 1,7 миллиарда долларов США. За последние 10 лет было инвестировано из Китая 14 миллиардов долларов США. В этом году в Алматинской области планируют запустить совместное производство вольфрамовых руд. КНР заинтересовано строительстве заводов по выпуску точного медоборудования и лекарственных препаратов. Рассматривается возможность локализации производства ветрокомпонентов, глубокой переработки зерна. Есть соглашение в сфере чистой энергетики. Сегодня подписывается очень важное соглашение между МАЕК, это Мангсталовская компания, которая владеет атомной электростанцией, и вместе с компанией China Huadian Corporation, это крупнейшая в мире электроэнергетическая компания, они совместно с МАЕКом планируют построить парогазовую станцию Мангсталовской области. Инновационные технологии будут настолько доступны, что в итоге тариф на население будет недорогой. Мы встретились для дальнейшего продвижения казахстанско-китайского сотрудничества. Сегодня мы договариваемся о работе в сфере энергетики, новых технологий, строительства и медицины. Наша ассоциация была основана в 1993 году. Сейчас она объединяет 22 тысячи компаний. Мы принимаем Казахстан не только как делового партнера, но и как дружественную страну. Для инвесторов в Казахстане заработала национальная цифровая платформа. Проекты курируются на каждом этапе. Сегодня в единую платформу уже загружено свыше 700 из них на 32 триллиона тенге. Предусмотрены таможенные и налоговые льготы. Государство помогает инвесторам строить инженерные сети к производству. Китайские корпорации привлекают не только преференции и низкая себестоимость производства, отмечают эксперты. Доступ на казахстанский рынок означает выход на торговые площадки Центральной Азии и Европы. Бутагос Базарбаева, Диасков Ламбаев, 24КЗ. Китайские инвесторы вложили более 40 миллиардов тенге в проект по производству стекла в Казалардинской области. Сейчас его мощность достигает 200 тысяч тонн в год. А продукция экспортируется в такие страны, как Грузия, Азербайджан и Прибалтийский регион. Новый проект стоимостью 100 миллионов долларов США был полностью профинансирован китайским инвесторам. В свою очередь местные власти провели газ, воду и инфраструктурные сети. Основное сырье, кварцевый песок, доставляют из Аральского моря. Из карьеров привозят доломит, известь и кальциевый песок. Из-за хорошего качества песка прозрачность стекла достигает 91%. Сейчас мы выпускаем стекло толщиной от 3,5 до 12 миллиметров. Есть стекла марки М0, М1, М4. Их можно использовать при строительстве домов и зданий. Мы запустили наше производство в сентябре 2022 года. Мощность завода 197 тысяч тонн стекольной продукции в год. В прошлом году мы вложили 15 миллионов долларов инвестиций на запуск первой линии стекла, содержащего серебро. В ближайшем будущем мы намерены обеспечить потребности стран Центральной Азии в стекле. На огромной производственной площадке в 50 гектаров в три смены работают 370 человек. В основном местные жители. Все они прошли курсы. Совсем недавно здесь запустили линии по производству энергосберегающего стекла. В цех китайская компания вложила порядка 7 миллиардов тенге инвестиций. То есть налажен выпуск энергосберегающего стекла, который имеет 9 расцветок. Оно имеет ряд преимуществ. В перспективе рассматриваем несколько проектов по созданию целого кластера. По выпуску стеклопродукции. В ближайшее время завод планирует производить зеркала, бутылки, автомобильные стекла. Аслан Абуталипов, Камбар Бекенов, Ахан Алиев, Казаларда, 24КЗ. На 22% увеличился объем железнодорожных грузоперевозок между Казахстаном и Китаем в прошлом году. И составил почти 28,5 миллионов тонн. В этом году тенденция роста, кстати, сохраняется. За полгода перевозки в направлении КНР увеличились почти на 12,5% и достигли уже 12,8 миллионов тонн. А экспорт казахстанских грузов в Китай вырос на миллион тонн. Стабильный рост грузообъема наблюдается на станции Алтынколь. Здесь сейчас дополнительно строят 6 железнодорожных путей. Благодаря этому количество принимаемых поездов увеличится в полтора раза. Мы строим на станции Алтынколь дополнительно 6 путей. Это будет прямо отправившийся пар для экспортных поездов. Уже до конца текущего года введут в эксплуатацию. На сегодняшний день перевозим 56 поездов по широкой колье. И после ввода эксплуатации этих 6 путей наша способность увеличится до 70 поездов в сутки. Казахстанские машиностроители трудоустроят выпускников мастерской «Лубаня». Стороны уже подписали соответствующее соглашение. Документ также предполагает и переподготовку действующих сотрудников предприятия на базе образовательного учреждения. Мастерская «Лубаня» заработала в Восточно-Казахстанской области в декабре прошлого года. Запуск проекта стал возможен благодаря договоренностям между Касымжимартом Токаевым и Си Цзиньпинем, которая была достигнута в 2022 году по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном. Ожидается, что открытие образовательных учреждений в скором времени позволит создать в республике уникальную учебно-методическую базу в области передовых технологий в автомобильном транспорте. Основная идея создания мастерской «Лубань» — это древний изобретатель, китайский изобретатель. И основная идея — это как раз практикоориентированная подготовка. Практикоориентированная подготовка в области электромобилей, гибридных автомобилей. Мы выбрали это направление, поскольку электромобили сейчас выходят на передовую. Товарооборот Казахстана со странами Шенхайской организации сотрудничества в прошлом году составил рекордные 66 миллиардов долларов. Это на 7,5% больше, чем годом ранее. Ключевые отрасли сотрудничества — это машиностроение, логистика, медицина, сельское хозяйство. В республике действуют почти 30 тысяч компаний с участием капитала государств в организации и более 5 тысяч совместных предприятий. По словам экспертов, главная задача ШОС сегодня — это развитие экономики тех стран, которые как раз таки в нее входят. Этой линией весь последний год придерживался и Казахстан, председательствовавший в организации. Отсюда позиция руководства республики, что любые спорные вопросы должны решаться исключительно за столом переговоров. В целом Казахстан делает большой акцент на экономическую повестку, то есть на взаимодействии в экономической сфере на пространстве ШОС. И поэтому инициативы, которые озвучивал Казахстан, они в основном касаются экономической сферы. Например, создание инвестиционного фонда ШОС или создание базы экономических преференций. Политическая стабильность, политический диалог тут же дает возможности для экономических профитов, для экономических проектов. Тем самым, например, сейчас у нас огромные проекты. Запад-Восток из китайских портов до Европы или там север-юг до Индии у нас есть проекты. Афганистан сейчас тоже, Казахстан активно работает. Все это удается за счет того, что есть политический диалог и ШОС для Казахстана очень важный инструмент для продвижения своей повестки, для своих интересов. А тем временем столицы продолжают усиливать меры безопасности в преддверии саммита ШОС. Нести службу в ближайшие два дня будут до 8 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Поставлен ряд задач перед службой государственной охраны и Министерством обороны. Подробности в материале Анель Едель-Козе. Последние несколько дней в небе над столицей жители наблюдали военные самолеты. Это были тренировочные полеты летчиков перед одним из главных политических событий года. Астана готовится принять высокопоставленных гостей. Ожидается прибытие глав 16 государств и ряда международных организаций, в том числе генерального секретаря ООН. Летный состав прибывшей с авиабазы города Шимкета в количестве 6 самолетов прибыли непосредственно для охраны воздушных рубежей нашей столицы во время проведения саммита ШОС. На прошлой неделе проводились летные смены для тренировки летного состава по отращению внезапно возникающей дачи. Сопровождать высокопоставленных гостей будет служба государственной охраны. Безопасность кортежей президентов обеспечивают спецназы элитных формирований Кокжал, Калкан и Сардар. Каждому такому визиту подготовка должна быть на высшем уровне. С момента пересечения воздушного пространства нашей страны мы несем ответственность за охрану и сопровождение гостей. Но еще до прибытия иностранных гостей каждую территорию, где будут проводиться встречи на высоком уровне, изучают снайперы. У снайперов очень непростая работа. Всегда должны быть на чеку. Все это для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и президента. А на въездах в город работают стационарные посты полиции «Рубеж», где проверяют документы и автомобили на наличие запрещенных предметов. Усилен и визуальный контроль с использованием камер видеонаблюдения. Особое внимание обращено на обеспечение безопасности на автодорогах. Во время прохождения специальных колонн делегации будет временно ограничено движение на магистральных улицах столицы. Вместе с тем, каких-либо ограничений для граждан по въезду и выезду из города не предусмотрено. Департамент полиции Астаны призывает жителей и гостей столицы сохранять общественный порядок, с пониманием отнестись, принимаем к мерам по обеспечению безопасности. Стратегические религиозные объекты в эти дни под особой охраной. Анель Идель, Казамирей, Конопия, Мурат Арибханов, 24КЗ. В дни саммита ШОС столичные медучреждения будут работать в штатном режиме. Об этом сообщили в Акимате Астаны. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной помощи. Созданы резервные профильные палаты. В поликлинике граждане смогут обращаться, как и прежде, с 8 утра до 8 вечера. Переходим к новостям международным. В Германии установлен новый рекорд по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии. 58% зеленой энергии добыта из ветра, солнечного света и биомассы. Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в российских автономиях Тыве и Сахе. За последние несколько дней там зафиксировано больше 540 очагов сгорания. Подробнее об этих и других международных событиях в нашей рубрике «Мир сегодня». На этой неделе в Великобритании стартуют парламентские выборы. Жителям Соединенного Королевства предстоит избрать 650 новых членов Палаты общин. Основные кандидаты на победу – представитель лейбористской партии Кир Стармер и премьер-министр Риши Сунак, отправящий консервативной. Согласно данным социальных опросов, оппозиция пользуется большей популярностью у избирателей. По мнению электората, новое правительство должно решить две основные проблемы – высокую стоимость жизни и хроническую нехватку жилья. На сегодня только в Англии более 1,2 млн семей стоят в очереди на получение социального жилья. В Германии установлен новый рекорд по производству электроэнергии из возобновляемых источников. 58% зеленой энергии добыто из ветра, солнечного света и биомассы. Об этом сообщает Центр исследования солнечной энергии и водорода ФРГ. В прошлом году этот показатель составлял 52%. Энергоснабжение Германии обеспечивает газ, каменный и бурый уголь, а также альтернативные источники. Уже к 2030 году не менее 80% потребляемой ФРГ электроэнергии должно вырабатываться из возобновляемых источников. К 2045 году Германия намерена стать климатически нейтральной промышленно развитой страной. С 1 июля власти Греции ввели шестидневную рабочую неделю. Новые правила в первую очередь коснутся сотрудников госкомпаний, банков, коммунальных служб, а также некоторых частных организаций. Надбавка за дополнительный рабочий день составит 40%. Правительство страны надеется, что меры помогут решить проблемы низкой производительности труда и усилить экономический рост в целом. Вместе с тем, сами жители Греции решением недовольны. Они считают, что это не только скажется на физическом, но и психоэмоциональном состоянии. Сразу в двух российских республиках Тыва и Саха объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. По данным МЧС России, всего зафиксировали 540 очагов возгораний. Огнем охвачено свыше 300 тысяч гектаров леса. Большая часть в труднодоступной горной местности. В тушении участвуют свыше 2000 пожарных, 100 единиц спецтехники и авиация. Причиной аномалии стали сильная жара, ветер и сухие грозы. Уже в ближайшие дни температура воздуха должна пойти на спад. Асель Абдукалыкова, 24 Кизет. Информационно-аналитическая программа Prime Time по-прежнему в прямом эфире. Спасибо, что вы остаетесь вместе с нами. Работники лесных и природоохранных учреждений страны начнут получать надбавки к должностному окладу. В бюджете для этого уже предусмотрено 8,5 миллиардов тенге. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Республики Казахстан Ужас Бегтенов. Подробнее об этих и других новостях в нашей рубрике «Главная цифра» расскажет моя коллега Исулу Махмутова. Она уже на студии. Исулу, добрый вечер. Давно у нас в обществе это обсуждалось, что нужно людям этих опасных профессий делать надбавки. Неужели решение уже принято? Да, Илья, добрый вечер. Вы правы. До 100% надбавку к заработной плате теперь будут получать работники лесных пожарных станций, лесных учреждений, природоохранных и лесоустроительной организации. Подробности далее в рубрике «Главная цифра». Всего доплатой будут охвачены больше 3000 работников. Это лесные пожарные, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудование и аппаратуры, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки. Больше станут зарабатывать и десантники, пожарные, авиационные охраны. На реализацию постановления предусмотрены финансовые затраты из республиканского бюджета в размере почти 8,5 миллиардов тенге. Напомню, ранее с депутатским запросом на эту тему к премьер-министру Улджавсу Бектенову обращала сенатор Ольга Булавкина. Самое главное подписано постановление правительства о повышении заработной платы на 100% работникам лесного хозяйства. Это очень важное решение, мы не останавливаемся на этом. Парламентария вместе с Министерством экологии и Комитетом лесного хозяйства разработали новые поправки в законодательство. Касательно того, что для специалистов, проживающих в сельской местности, необходимо на 25% повысить заработную плату. Также предусмотрено выделение земельных участков для того, чтобы люди могли пасти скот, заготавливать корма. Также мы говорим о необходимости выделить полевое довольство. Мы над этим работаем. А вот студентам колледжа и вузов с 1 сентября этого года повысят стипендии. Согласно постановлению правительства для студентов в колледже, стипендия повысится на 50% и составит по рабочим профессиям 43 574 тенге. Чуть меньше будут получать специалисты среднего звена. Для будущих бакалавров предусмотрена надбавка в 20% до 47 135 тенге. А для обучающихся по педагогическим и медицинским направлениям стипендии повысят до 75 600 тенге. Обучающимся в интернатуре будут выплачивать больше 85 тысяч тенге. В резидентуре 123 122 тенге. Магистрантам и докторантам стипендию увеличат на 15%, что составит 107 061 тенге и 240 тысяч тенге соответственно. И к другим новостям. 2 миллиона гектаров площадей обработано против саранчевых в Казахстане. Это 77,4% от прогнозируемого объема. Защитные мероприятия полностью завершены в Туркестанской и Жамбылской областях. В Актюбинской и Кустанайской в связи с непогодой, мониторинг и химическая обработка полей были приостановлены. Работы планируют возобновить на этой неделе. Тем временем в Абайской, Атараусской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Казалардинской областях закончили обрабатывать поля против итальянского прусса. Напомню, на борьбу с саранчой в текущем году из республиканского бюджета было выделено 4,2 миллиарда тенге. Был приобретен необходимый объем пестицидов различного фитосанитарного назначения как отечественных, так и зарубежных производителей. В их числе препараты, которые показали свою эффективность в борьбе с саранчевыми «Карат-Супер», «Тиаметрин», «Фипрон», «Эспера», «Койра» и другие. Также закуплены услуги по химической обработке различными видами техники наземным и авиационным способами. В общей сложности привлечено 427 единиц специализированной техники. Отмечу, всего в борьбе с саранчой задействовали 2500 специалистов и почти 500 единиц техники, в том числе 36 самолетов. Впервые в этом году использовали дроны. Они обрабатывали земли в труднодоступных районах. Такой сегодня экономический обзор. Илья, передаю слово вам. Айсулу, действительно, тема очень важная. Мы говорим, что с каждым годом у нас меняется климат, пожароопасность, подтопление, увеличиваются риски. В этой связи, конечно, нужно повышать квалификацию, а самое главное, мотивацию людей работать. Поэтому это очень, мне кажется, своевременное и правильное решение. Это была Айсулу Махмутова с ее главной цифрой. Движемся дальше. Прайм-тайм по-прежнему в прямом эфире. Напомню, мы сегодня обсуждаем и говорим на тему развития казахстанско-китайских отношений. Как мы уже сообщали, глава Китайской народной республики Си Цзиньпинь по приглашению президента Касымжмарта Тукаева находится с государственным визитом в Казахстане. В программе визита лидера проведения двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов. Между странами сложились крепкие доверительные отношения. Если говорить о торговле, то в прошлом году состоялся рекордный 30-процентный рост товарооборота. И, кстати, достиг он 41 миллиарда долларов США. Свою лепту в укреплении отношений Казахстана и Китая внесло и соглашение о взаимном освобождении от визовых требований. О настоящем и будущем дружбы соседей по границе в нашем следующем материале. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь посещает с визитом Казахстан в пятый раз. И очередные переговоры глав двух стран на высшем уровне служат лишь дополнительным подтверждением. Казахстан и Китай нацелены развивать отношения в духе взаимного доверия и солидарности. Как подчеркнул китайский лидер в интервью казахстанским СМИ, за прошедшие десятилетия государством удалось совершить скачок в развитии казахстанско-китайских отношений. В трудные моменты, будь то наводнение, пандемия или другие испытания, мы всегда взаимно протягиваем руку помощи, стоя спиной к спине и давая друг другу самую надежную опору. Такое неразрушимое, крайне ценное доверие и чувство локтя послужили ключевым политическим залогом сотрудничества. Китай остается ключевым главным торговым партнером Казахстана с удельным весом больше 28%. Тысячи казахстанцев так или иначе задействованы в бизнес-процессах с китайскими партнерами. В прошлом году взаимная торговля показала рост на 30% и достигла отметки в 41 миллиард долларов. В планах довести товарооборот до 100 миллиардов долларов. Китай является за последние 10 лет, он вложил в экономику нашей страны более 14 миллиардов долларов США. В прошлом году был большой саммит Китай-Центральной Азии в городе Сиянь в 2023 году, где наши лидеры, председатель Китая Синь Цзиньпин и президент нашей страны господин Тукаев объявили о золотом 30-летии, о новом золотом 30-летии. И после этого объявления очень много китайских компаний заинтересовались в реализации новых интересных проектов. Например, в Алматинской области в этом году стартует проект, то есть уже он планируется ввести в эксплуатацию. Это горнообогатительный комплекс по производству вольфорамовых руд. После того, как этот проект ведется в эксплуатацию, Казахстан будет самым крупным производителем вольфорама в мире. Важной вехой в развитии двусторонних отношений стало заключение соглашения о безвизовом режиме. Для поездки в Пекин или Шанхай теперь казахстанцам будет достаточно показать в аэропорту паспорт и обратный билет. Срок путешествия, конечно, ограничен 30 дней. С момента введения безвиза число китайских туристов Казахстан выросло в 12 раз, говорят эксперты. В 2022 году всего лишь около 20 тысяч китайцев посетило Казахстан. А по итогам 2023 уже 386 тысяч человек. В этом году думаем, что перевалим за полмиллиона. В среднем один турист из Китая тратит за время пребывания, а время пребывания, как обычно, это три дня, от тысячи до полутора тысяч долларов. Знаете, в этом году объявили год казахстанского туризма в Китае. В рамках этой программы провели шикарное открытие. И этот год насыщен более чем 30 мероприятиями, которые будут продвигать имидж Казахстана, культуру Казахстана, потенциал туристский Казахстан на территории Китая. Наши стратегические отношения с Китаем, они действительно переживают очередной период рассвета. То есть завершив первые три десятилетия наших дипломатических отношений с Китаем, мы перелеснули страничку на второй третий десяток, что является крайне важным с точки зрения символизма китайской внешней политики. То есть все стороны заявляют к тому, что мы готовы перейти на качественно новый этап. Именно поэтому мы переходим к безвизовым соглашениям, мы развиваем торгово-экономические отношения. Эксперты сходятся во мнении, что переговоры президента в Астане придадут мощный импульс двусторонним отношениям и выведут казахстанско-китайское стратегическое партнерство на новый этап развития. Как итог, Казахстан для Китая остается ключевым союзником в Центральной Азии, с которым можно и нужно иметь дело. Ульяна Хален, Ануар Абдрахманов, Галамжан Абдуахат, 24КЗ. Китай сохраняет позицию одного из главных торговых партнеров в Казахстане. В полной мере объемы сотрудничества двух стран раскрывают, кстати, цифры. И надо признать, они действительно впечатляют. Это товарооборот, который в прошлом году составил 41 миллиард долларов. А инвестиции в прошлом году составили 2 миллиарда долларов. В целом, совокупный объем инвестиций достиг больше 25 миллиардов долларов, и это все в экономику нашей страны. В нашей стране сегодня работают 4,5 тысячи совместных предприятий. Кроме того, страны расширяют совместную деятельность в финансовом секторе, используя для этого Международный центр Астана. Сегодня на его площадке зарегистрировано уже более 2,5 тысяч компаний из 78 стран мира. Десятая часть из них – это как раз-таки компании из Китая. Тесное взаимодействие налажено в рамках таких международных площадок и организаций, как ООН, ШОС, СВМДА и формат «Центральная Азия-Китай». Перспективы сотрудничества ближайших соседей, опять-таки, как мы сегодня уже не раз заявляли, между Китаем и Казахстаном никогда не было никаких напряженных моментов. Всегда у нас как раз-таки была политика добрососедства и стратегического сотрудничества, взаимовыгодного развития. И мы эту тему продолжим обсуждать. И хотел бы представить вам сегодня нашего гостя, который находится у нас в студии. Это руководитель отдела азиатских исследований КИСИ при президенте Республики Казахстан Айдар Курмашев. Айдар, добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, хотелось бы сказать про то, что председатель СИИ посещает Казахстан уже в пятый год. И, соответственно, мы можем видеть такую огромную динамику в развитии экономических отношений. То есть заключены сотни договоров, которые приводят к конкретным уже экономическим проектам. Один из проектов – это, конечно же, транскоспийский маршрут, который в рамках «Один пояс, один путь» реализуется. И, соответственно, мы можем здесь сказать, что политическое взаимодействие приводит к экономическим проектам. И, соответственно, это уже распространяется на B2B отношения и отношения между гражданами. Вот Визатрон, действительно, тему как раз-таки транскоспийского транспортного маршрута, мы его еще называем средний маршрут, да? Вот, да. Сегодня что мы можем сказать с точки зрения экономического эффекта для нашей страны? Насколько это мы сегодня действительно ощущаем? Насколько действительно этот проект выходит на какую-то свою активную фазу? И вот для нашей экономики, для нашего развития, самое главное, для развития нашего транспортного потенциала вообще этот проект что? Изменение геополитической ситуации, конечно же, сыграло, с одной стороны, на руку Казахстану и увеличение транспортного потока через Казахстан. Сейчас Китай из всех континентальных перевозок 80% перевозит через Казахстан. То есть это означает для Китая, что Казахстан это одна из наиболее важнейших стран, которые находятся с ней по соседству. Из-за этого, конечно же, имеется интерес к расширению экономического взаимодействия, так и на экспертном треке. Мы видим, то есть вообще у китайцев есть такая вот особенность, то что на любой вопрос у них есть экспертный институт, который этим вопросом занимается. И, соответственно, это взаимодействие мы видим на уровне аналитических центров и, конечно же, это влияет на нашу реакцию. То есть Казахстан уже добился многого в развитии транспортного коридора, увеличенные потоки. Если, допустим, 10 лет назад из Китая проходило около 80 поездов, сейчас уже проходит около 4600 и так далее. То есть это огромный поток, и он не только количеством увеличивается, но и его время сократилось до 5 дней. То есть сейчас ведется работа именно по таким узким горлышкам, чтобы этот поток еще больше увеличить. Эйдар, вот вопрос именно насчет транспортного среднего маршрута, транскаспийского транспортного маршрута. Вот мы сегодня можем говорить, что он еще пока не достиг своего пика с точки зрения инфраструктуры, проектов, которые в рамках него должны быть реализованы. Ведь мы подразумеваем, что это не просто маршрут, но это еще и какой-то транспортный логистический сервис, который здесь подразумеваешь. Здесь мы рассматриваем этот проект не только с точки зрения инфраструктурного проекта, что есть дорога и все. То есть мы рассматриваем это как экономический коридор. То есть там должны находиться уже логистические центры, к чему как раз таки и ратифицированы недавно соглашения о том, о установлении новых логистических центров в Казахстане. Также это предусматривает ускорение досмотра грузоперевозок на границах между Казахстаном и Китаем. Вот эту систему продолжать. Насколько я знаю, вчера было ратифицировано еще одно соглашение касательно уже автомобильных перевозок. Что как бы здесь пришли к соглашению о том, что казахстанские транспортные и логистические компании могут использовать доставку до портов Китая. Чуть поподробнее можете объяснить, что это дает нам с точки зрения бизнеса и экономики? И вообще, что это здесь качественно меняет для нас? Суть, конечно, в том, что наши транспортные средства, которые будут направляться в Китай, они будут получать определенные разрешения, которые будут позволять им беспрепятственно проезжать через... после досмотра проезжать на территорию Китая и доставлять грузы уже непосредственно на порты, на морские порты Китая. Это, конечно же, открывает нам путь к морю, можно сказать. То есть мы всегда говорим о том, что Казахстан не имеет выхода к морю, но через Китай мы уже имеем. То есть, если говорить простым языком, я помню, что раньше это было связано с очень такой большой техническими проблемами, когда наш транспорт очень долго стоял на границах в очереди, потом была крайне непростая, неудобная ситуация, связанная с перегрузкой, перефрактовкой тех же самых грузовых машин. То есть сейчас, получается, наши атотранспорт получает необходимые пропуски, да? Языком, по-моему, называется это дозвола, языком логистов. И они, соответственно, могут использовать эти пропуски, не меняя автотранспорт, и проезжать на территорию КНР. Да, после досмотра, да. Хорошо, Ардак, вот когда мы говорим теперь про культурно-гуманитарные связи, если я не ошибаюсь, вот речь зашел, ну, речь шла о том, что культурные центры открывались совместно и так далее. Сегодня, вот с точки зрения образования, с точки зрения культурно-гуманитарных контактов, куда мы движемся? Какие у нас есть такие проекты, которые, ну, мы видим, имеют некое динамичное развитие? Это вот та сфера, в которой мы еще имеем очень большой потенциал для развития. К примеру, мы можем сказать то, что мы очень мало знаем о Китае. В плане того, что не на экспертном уровне, а на уровне граждан. То есть у нас очень мало фильмов, мало книг про Китай и так далее. Это, соответственно, и создает такую остаршуюся настороженность. И из-за этого нам важно развивать именно гуманитарные связи. То есть налаживать туристические маршруты. К примеру, подготавливается проект Сиань-ЖД-Пути. ЖД-Поезд будет следовать из Сианя в Алмату. То есть, получается, как бы, нам важно именно связи на уровне граждан развивать. Давайте продолжим, опять-таки, тему экономики. Потому что, опять-таки, экономика в рамках взаимодействия с Китаем у нас стоит в первую очередь на таком приоритетном месте. И я хотел бы представить еще одного нашего спикера, который подключается к нам по видеосвязи. Это эксперт Института экономических исследований, директор Центра торговой политики. И Ернар Серик с нами на связи. Ернар, добрый вечер. Вы нас слышите? Здравствуйте. Слышу вас. Ну, вот сегодня мы не раз уже говорили в рамках наших новостей о том, что около 41 миллиарда – это товарооборот, который мы достигли в прошлом году с Китаем. И главы государства, опять-таки, достаточно реалистично подходят к этому вопросу и считают, что мы можем как минимум удвоить. А вообще стоит задача достигнуть 100 миллиардов долларов. Вот на ваш взгляд, насколько действительно этот потенциал достижим? И что для этого необходимо делать? Какие действия нам нужно предпринять? Где у нас этот потенциал для основного роста? Спасибо за вопрос. Я считаю, очень интересный вопрос. Учитывая, что у Казахстана торговля со всем миром порядка 135 миллиардов долларов, я считаю, лично мое мнение, что 100 миллиардов с Китаем – это такая очень слишком амбициозная цель. Но если с точки зрения Китая смотреть, то считать их торговлей, у них товарооборот около 6 триллионов долларов со всем миром. И довести торговлю с Казахстаном, они могут, мне кажется, запросто. А вот хватит ли… Тогда, получается, это в основном будет за счет импорта, если мы много будем импортировать. Но, считывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, зависеть от одного партнера, мне кажется, Казахстану не очень выгодно. То есть, если из 50-60 миллиардов долларов нашего импорта 70-80% будет исходить из Китая, то мы будем очень сильно зависеть от Китай. Хорошо, давайте тогда мы вот здесь не будем зацикливаться на вопросе цифры, да, там 100 миллиардов, или это будет 76-78, неважно. Ну вот, ведь никто, я думаю, не будет здесь отрицать, что потенциал в этом плане у Казахстана колоссальный, ввиду нескольких основных моментов. Даже если просто учесть, в первую очередь, логистику и близость наших стран с точки зрения экономики и логистики. И самый главный второй момент – сельское хозяйство, пищевая промышленность, там, где у нас есть огромный пласт нераскрытых возможностей. Вот здесь, как вы думаете, какие секторы, в первую очередь, где мы можем действительно надавить и достигнуть очень интересного роста? Как я сказал ранее, то есть стратегически очень важно понимать, что мы не должны зависеть от одного партнера. То есть это Казахстан сейчас старается диверсировать свои экспортные и импортные потоки. Но если смотреть Китай, то сейчас мы туда экспортируем в основном руды, нефть, медные катоды, феррохром, уран, ну и так далее. То есть это полуфабрикаты, то есть промежуточные товары, либо сырье. Я думаю, что насколько у нас хватит таких ресурсов, с точки зрения товаров агропромышленности, АПК, то есть они имеют очень маленькую долю, поэтому я думаю, что за счет АПК мы вряд ли сможем, но только за счет ресурсов. Прошу прощения, а что вы здесь считаете основным камнем преткновения, сдерживающим фактором? Почему мы сегодня не можем динамичными шагами нарастить вообще объем экспорта АПК и пищевых товаров? Ну, во-первых, есть торговые барьеры, их никто не отменял, экономические торговые барьеры между странами. То есть, да, мы обе страны находимся в ВТО, но у нас нет экономических связей, где какие-то преференциальные торговые соглашения, да, потому что, к примеру, там, чтобы завести одежду китайскую, они там платят 15-20% импортные пошлины и прочие нетарифные барьеры. И что же касается наших товаров, когда идут в Китай, очень большие пошлины, очень большие заслоны, потому что Китай один из первых, если не ошибаюсь, в начале 2000-х годов, не один из первых, но во второй десятке стран был, кто был зачислен в страны ВТО, поэтому у них хорошие условия. То есть, даже самые какие-то там печеньки довезти до Китая очень дорого выходит. То есть, мы должны работать над снятием таких барьеров. Спасибо, да, Ерна. Прошу прощения, время очень ограничено, да, но то, что вы говорите, опять-таки, ну, это как бы такая аксиома, что вопрос, конечно, здесь комплексного подхода, где мы несколько таких задач должны в этой цепочке решить, для того, чтобы все это, в принципе, было привлекательно. А вы знаете, вот в этом плане, Айдар, такой у меня вопрос, который я хотел тоже вам переадресовать. Ведь китайская инвестиционная политика, она вот в этом плане, насколько я знаю, она тоже достаточно четко имеет такие некие стандарты по всему миру, что как раз-таки компании Китая, бизнес Китая, корпорации Китая приходят в другие страны с деньгами, с технологиями, с какими-то процессами для того, чтобы там делать совместные предприятия для своих продовольственных безопасностей, технологических процессов и так далее, и так далее. Сегодня, вот как вы ощущаете, насколько китайский бизнес действительно заинтересован приходить сюда, для того, чтобы развивать здесь и пищевку, и АПК, и машиностроение, и много-многое другое? Конечно, у них огромный рынок, и, соответственно, расширение экономического ареала своего, то есть им это очень выгодно. И они уже даже выходят не только на уровне общего центрального правительства, но и определенный губернатор определенной провинции Китая, то есть они уже выходят на регионы Казахстана, да, и уже с определенными регионами заключаются соглашения для того, чтобы уже в рамках общих политических соглашений, да, то есть реализовывать свои инвестиционные проекты. Для нас это, конечно же, большая возможность в плане того, что большие инвестиционные проекты – это всегда находка для поставщиков. То есть когда инвестор приходит, соответственно, он все сам не будет реализовывать. То есть это происходит за счет местного населения, локализации и так далее. Развитие человеческого капитала, экспертиза. Да, то есть… Да, я понял, спасибо большое, очень интересный ответ. У нас есть еще один эксперт, которого мы подключаем, перейдем немножко к вопросу, опять-таки, политической части. И с нами на прямую связь выходит депутат Можилиса парламента Республики Казахстан Айдос Сарым. Айдос, добрый вечер, вы нас слышите? Добрый вечер. Айдос, ну вот вопрос того, что, как мы отметили сегодня в рамках обсуждения, уже шестая встреча за короткий период глав государств и такой длительный трехдневный визит Си Цзиньпини в Казахстан. Как вы думаете, о чем это говорит? Что можно вот как бы здесь между строк прочитать? Ну, как мы знаем, китайская дипломатия имеет очень длительную историю, более чем 5000-летнюю, да, документированную историю. Поэтому в дипломатии их не случается, не бывает ничего случайного, наносного. Это все выверенная политика. Ну, длительные визиты, частые встречи, прежде всего, говорят о большой заинтересованности, о серьезных, продвинутых отношениях, которые, на самом деле, для нас являются очень важными, особенно в современных геополитических условиях, когда мир усложнился, появляется новая реальность, борьба за эту новую реальность, за конкуренцию этих реальностей. Поэтому это, прежде всего, говорит именно о степени доверия, степени близости, о хорошем понимании об отсутствии каких-либо больших комплексных проблем. Ну вот, когда говорим, опять-таки, стратегическое партнерство в Казахстан-Китае, исторически, как бы это было действительно так, можно ли примерно описать некую, допустим, роль Казахстана, который вот мы играем для Китая в рамках вообще центрально-азиатского региона? Ну, понимаете, Китай – это очень огромная страна, страна-цивилизация, можно сказать, и одна из тех немногих стран мира, которые имеют, на самом деле, долгосрочное стратегическое видение. Не вот просто там на пятилетие этого президента или следующего, а страна, которая живет в очень больших стратегических измерениях, и этим она славится. Понятно, что у нее есть приоритеты, это прежде всего Дальний Восток, АТР страны, ну, с Западом сейчас совершенно другие уровни отношений. Идет, на самом деле, непростые процессы, но, по крайней мере, в взаимоотношениях в Евразии Казахстан является важной страной. И не только с точки зрения обеспечения сырья и так далее, но, прежде всего, Китай провозглашал политику о нулевом уровне конфликтов с соседями. Вот мы, я думаю, Казахстан – одна из тех стран, которые эту политику показывают в лучшей степени. То есть мы раз за разом снимаем имеющиеся проблемы, мы строим прагматические отношения, уважительные отношения, которые, конечно, перерастают в экономические. Вот коллеги говорили о каких-то барьерах и так далее, но барьеры имеют свойство и сниматься. То есть чем дальше более продвинутый уровень отношений, тем больше вопросов будут сниматься. Вот коллега говорил про агробизнес. На самом деле сегодня Минсельхозом, другими нашими министерствами ведется активная работа по очень большому количеству регионов снятых. Спасибо. Айдос, я прошу прощения, извините, я вас вынужден перебить, время у нас ограничено, мы в прямом эфире. Спасибо большое за ваше мнение. Это был Айдос Сарым, депутат Можелеса парламента, политолог, аналитик. Вот такой вот интерес, действительно, мы тему затронули. И вот, кстати, опять-таки, возвращаясь к ШОС, мы подходим к нашему саммиту, который, напомню, пройдет в Астане 4 июля. За подготовкой к нему, кстати, следят и мировые СМИ. Давайте посмотрим, что пишут иностранные издания об этом саммите. Наши международные обозреватели сделали небольшую подборку. Саммит ШОС в Астане способен снизить глобальную напряженность и переключить внимание с конфликта на диалог. Этот посыл отражен в теме встречи, укреплении многостороннего диалога, стремлении к устойчивому миру и развитию. Так пишет американское издание The Geopolitics. Автор статьи отмечает, растущее политическое влияние Казахстана в мире подтверждает визиты высоких гостей. Ранее республику посетили госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Франции Эммануэль Макрон. В дни ШОС в столицу прибудут президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таиб Эрдоган. Сегодня в Астану прилетел председатель КНР Си Цзиньпин. Саммит в Астане сигнализирует о сдвиге в мировом балансе сил. И Казахстан – надежный партнер, уравновешивающий воинственную риторику сверхдержав, считает автор. ШОС является влиятельным экономическим и безопасным блоком, который стал одной из крупнейших региональных международных организаций. Так ШОС характеризует индийское издание The Economic Times. Автор статьи отмечает, что Нью-Дели в качестве члена Шанхайской организации сотрудничества проявляет большой интерес к углублению сотрудничества, особенно в сфере безопасности. И региональная антитеррористическая структура ШОС играет важную роль в этих вопросах. РАЦ – это постоянно действующий орган организации, который занимается вопросами борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. ШОС формирует новые структуры региональной безопасности. На фоне меняющейся геополитической ситуации спокойствие стран Евразии может быть обеспечено только их собственными силами. К такому мнению пришел кыргызский политолог Игорь Шестаков в статье для местной газеты «Вечерний Бишкек». В этой связи своевременным выглядит перспектива создания Центра противодействия вызовам и угрозам в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Решение об этом будет принято на саммите ШОС в Астане. Обозреватель также отметил, что участники организации производят свыше четверти мирового ВВП и претендуют на то, чтобы стать новым центром экономической силы в меняющемся мире. И хотя организация не является военным блоком, в числе ее главных задач остаются укрепления стабильности, без чего невозможно продуктивное экономическое сотрудничество. Саммит ШОС поможет построить более сплоченное влиятельное сообщество, которое преодолеет геополитическое соперничество и будет способствовать взаимному доверию. Как отмечает китайское издание Global Times, государственные визиты председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан и Таджикистан подчеркивают, насколько большое значение Китай придает соседской дипломатии. Активное сотрудничество превратило Центральную Азию в важный региональный транспортный узел. ШОС получает все более широкое признание со стороны международного сообщества. За последние 23 года организация зарекомендовала себя как лидера в сфере безопасности, мост сотрудничества и оплот дружбы. Об этом в интервью китайскому изданию China Daily заявила директор Центра исследования России Народного университета Китая Гуань Сюэлин. Эксперт отметила, что предстоящий саммит станет свидетельством растущего влияния организации. Тамерлан Ким, 24 Кизет. 3-4 июля ШОС в Астане, в Казахстане. Лишний раз подтверждение того, что как раз-таки Казахстану доверяют. Доверяют Казахстану, доверяют главе нашего государства, опять-таки как место действительно международной дипломатии. Внимание всего мира в эти дни будет приковано непосредственно к нашей стране. Продолжение следует...